Дмитрий Колдон А предпосылки для такой известности создал сам Дмитрий Интересно, как это у него получилось С каким настроением Дмитрий Колдун готовится к премьере нового альбома? Если вдруг мой диск выйдет, то я буду знать, кому выпить суп На чем он делает деньги в собственной студии? Я не на девушку зарабатываю, зарабатываю на тех, кто приводит Чем удивляют его коллеги? Анна Семенович съела сама себя Каковы ближайшие планы артиста? Я сначала еще планирую Грэмми получить И различает ли он свою аудиторию? Были бы деньги, можно было бы и для пингвинов быть Несколько лет назад Дмитрий Колдун нарушил границы, чтобы выиграть в проекте «Фабрика звезд» И попал в хорошие руки Спустя какое-то время он нарушил первую заповедь продюсеров Художник должен быть голодным И решил делать карьеру своими руками Что из этого вышло, узнаем прямо сейчас Я для тебя умру и вновь воскресну Я за тобой готов в любую бездну Здравствуйте, Дима Здравствуйте Говорят, что подавляющее большинство журналистов Всегда интересует только два вопроса По большому счету С кем артист спит И откуда у него деньги Так это или нет? В общем, да Потому что творчество Оно всегда интересно Тем, кто следит за творчеством В основном это поклонники, фанаты А прессу в основном интересуют именно эти вопросы Потому что читать, сколько у кого продалось пластинок Это не всегда интересно Обычным людям, которые едут в электричке, например А нам интересно все-таки, когда выйдет ваш новый диск? Диск уже готов И он готов уже довольно давно Но, видите ли, ситуация сложная, экономическая Поэтому я вот жду, когда она немножко улучшится Чтобы выпустить свой диск Потому что не хотелось бы, чтобы диск потерялся Где-то по дороге до магазина Диск еще все-таки не появился А песни-то уже подворовывают Так было с двумя моими первыми альбомами Потому что их выпустили пираты Мне это, безусловно, льстит как артисту Потому что раз пираты выпускают, значит, это интересно Это кому-то нужно А в данном случае это исключено Потому что у меня собственная студия В которой мы это все записывали И доступ в эту студию очень ограничен Поэтому, если вдруг мой диск выйдет То я буду знать, кому выбить зуб То есть там все камеры Пропуск по сетчатке глаза Отпечатки пакса Нет, там пропуск по сетчатке По всем остальным делам Вот, ДНК нужно сдавать, чтобы в студию попасть А вообще просто я стараюсь окружать себя Хорошо, что не анализы Ну, анализ тоже, кстати, это при приеме на работу Нужно окружать себя людьми, которым ты доверяешь Это самое главное Поэтому я особо не переживаю на это счет Участник проектов, народный артист Фабрика звезд и конкурса Евровидение Дмитрий Колдун о карьере певца никогда даже не помышлял В школе мечтал стать врачом А потом закончил химический факультет БГУ На музыкальную дорожку его привез старший брат Георгий Сейчас Дима не только представляет на российском музыкальном рынке Сольный проект «Колдун» Гастролирует с музыкантами и пробует себя в театре Но и владеет звукозаписывающей студией Куда дальше выведет кривая судьбы нашего героя Остается только догадываться Кстати, поговорим о студии Как вам вообще такая пришла в голову идея? Дело в том, что на запись в студии обычно тратится очень большое количество денег И при записи каких-то масштабных проектов Эти деньги сопоставимы даже иногда со стоимостью студии Ну, может быть, я несколько преувеличиваю Но за 3-4 проекта больших можно, в принципе, окупить студию Поэтому я решил все-таки несколько потратиться И в финансовом смысле, и в каком-то моральном Чтобы никто не заставлял меня и не говорил, что у тебя студия оплачена с 10 утра до 10 вечера Мы можем сидеть там круглые сутки теперь И это намного облегчает работу Потому что иногда музыканты просто не в настроении, они не могут сегодня сыграть какую-то вещь А иногда я не в настроении, я не могу что-то спеть Горай, не де солнца, увы, ши не глубоко Кустики агресту разрослись широко Но вы работаете только вы пока там в этой студии? Или она уже пользуется популярностью у других артистов? Нет, совсем Выгодно это дело? Немного времени прошло после открытия, стали появляться клиенты в этой студии Потому что может быть экономическая ситуация там в стране и у артистов не самая благоприятная Но ведь Москва такой город, где люди очень многие хотят петь Очень многие готовы за это платить деньги И очень пользуются спросом и среди там, ну там девушек, которые просто хотят записать И они, ну это такой бизнес, да Зарабатываете на девушках, то есть все с вами ясно? Нет, я не на девушках зарабатываю, зарабатываем на тех, кто этих девушек приводит В связи с этим, не возникало ли у вас желания приобрести какое-нибудь экономическое образование? Это, наверное, все в будущем Потому что это, безусловно, образование нужно Вот, не знаю, правда, как мне пригодится мое химическое образование в этом всем деле Которое у меня уже есть Но дело в том, что образование такая вещь, которая отнимает очень много времени И пока я все-таки хотел бы заниматься творчеством Какими-то записями на студии, какими-то концертными выступлениями Мы едем на репетицию Но перед репетицией нужно разогреться и съесть пару зеленых вкусных бананов А потом, когда я уже, может быть, стану старым Я займусь продюсированием кого-нибудь Пока я еще не все сделал Заодно присмотритесь к тем, кто похаживает к вам в студию Вот нет, мне кажется, те, кто похаживает в студию Они скорее делают это просто потому, что им скучно А есть люди, которые действительно хотят работать, хотят петь, хотят выступать И для меня это самое главное Выступление на Евровидении 2007 с одной стороны позволило колдуну заявить о себе во всеуслышание А с другой поссорило с продюсером Виктором Дробышем Контракт с которым артист подписал по завершении шестой фабрики Как переходящий приз колдун достался другому продюсеру Но на его карьере новые отношения никак не отразились Пришло время отправиться в одиночное плавание И пока в спину артисту дует попутный ветер Как вы уходили от продюсера? Расстались с друзьями или вы друг к другу чужие люди? Естественно, когда расстаешься с человеком, будь то продюсер, девушка, с другом поссорился Все равно остается какой-то горький осадок Но величина этого горького осадка может быть просто не поняли, друг друга и разошлись Я человек по натуре спокойный, поэтому стараюсь всегда находить какие-то мирные пути Никогда не скандалю ни с кем Но если кто-то хочет поскандалить, это его личное право Для меня работа с продюсерами – это такой творческий тандем Вот как показывает практика, в Москве таких тандемов получается очень мало Я считаю, что идеальный случай продюсер-артист – это когда продюсер – это муж или жена Это искренний союз, потому что все остальное все-таки завязано больше на деньгах И когда человек там остывает, допустим, или просто становится экономически невыгоден, его просто выбрасывают Это жестокий такой мир продюсеров Поэтому я решил, чтобы у меня не отобрали то, что у меня уже есть Просто остаться один – это было мое личное решение Не потому, что чем-то меня не устроил тот или иной продюсер Просто захотелось что-то делать самому Я всегда мечтал о живых музыкантов В продюсерском центре люди не могли мне этого дать А потому, что это экономически невыгодно Это надо музыкантам платить Это надо райдер, значит, очень большой Ну, я хотел все это как-то по-взрослому С детства смотрел на концерты западных звезд И мне хотелось вот так же широко, вот так вот подменить Музыканты очень профессиональные Некоторые из них играют в других музыкальных коллективах Гитарист играет в «Танцы минус» с барабанщиком Еще один гитарист, басист с «Дельфином» работал Вот, и меня многие спрашивают Нет ли ревности такой, что музыканты работают с другими коллективами Я считаю, что ревность Если была бы какая-то группа цельная Группа колдун, да То, наверное, ревность бы была Но поскольку я как сольный проект работаю Для меня наоборот Такой вот, как бы гордость за то, что мои музыканты востребованы И они постоянно играют, постоянно в работе Не сидят дома, не там, квасят где-нибудь А действительно занимаются делом И я вот очень уважаю за это Есть такая мечта, группа колдун? Есть мечта, я думаю, что все это придет Но не все же сразу Как говорится, я сначала еще планирую Грэмми Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!